У нас сегодня очень интересная тема, и мы обсуждали с Сержем, как ее позвать, и я предложил назвать ее чуть более провокативно. Серж со мной спорил, он скажет сейчас свое версию названия, но я предложил говорить о либерализме как о бессмысленном и беспрощадном явлении в России. Да, и я думаю, что Серж вы меня простите, потому что это, конечно, отчасти маркетинговый ход для того, чтобы привлечь аудиторию, все-таки правильно расставить акценты и спозиционировать наше собственное понимание современного либерализма в России. На этом я закругляюсь и передаю слово уважаемому Сержу Сергею Шарукову. Спасибо вам. Добрый вечер. Добрый вечер. Для меня огромная честь выступать в Карловом университете, в одном и дальнейшем университете Пивовка. Добрый вечер. Кроме Волковский, можно выступать в университете Карлове, в крайней одной из старших университет в Европе? Я не зря сказал, что в древнейшем университете Пивовка, потому что по своей основной специальности я архитект и спозиционировать историк и индивист. И как для всякого историка и индивиста история начинается с средними веками, а потому что она там уже заканчивается. Добрый вечер. Я не сказала, что Карлово университета я одна из старших университет в Европе, потому что это совместит и с мим вздействием. Я же одна архитект, спозиционер, а одна из историк и индивиста. А для каждого историка и индивисту так в средний век еще не кончится. Прости сладуясь, но еще по-русски не. Для меня слава Богу, история в течение веками не заканчивается. Но говорить о любых явлениях, веками не заканчивается. Веками не заканчивается. Веками не заканчивается. Я убежден, что легализм это продукт христианского вооружения, и экономистического геонализма. Ни те максима стены сделать свободными. Это то, что легло в основу того, что через несколько лет, веков, превратилось в реальное движение. В России феодализм возникал важный. Первый раз он возник вполне синхронный войн в 12 веке, который очень быстро развивался, но был снесен мангольским нашествием, который обычно был повышен на неизвестный войн. Второй раз он снова возникал в 14 веке и продолжался в 14 веке. Это было время, когда Россия становилась очень похожей на западный город. В России очень органично развивалась в этом направлении. Но на рубеже 14-15 веков, совершенно конкретные персональные князья, это старший сын Василий Дмитриевич, а затем его сын Василий Василий Васильевич, через колено сломали развитие русского феодализма, при вежном сопротивлении всей жизни. Они сумели его преодолеть. И заменили нормальный феодализм служимым строем. Это термин, который не имеет прямого аналога, это термин строя основной на службе. На премии 14-15 веков, старший сын Дмитриевич, Василий Дмитриевич и его сын Василий Василий Василий, в том, что в России было страшно понимание частной собственности. Вся собственность стала условной. Это стало держание, платение по воле государя. И поэтому на безразвитие частных собственных, не мотивирующих институтов, частных собственных, уважили ни к ним. А безусловно, никакой либерализм, конечно, не мог отрываться. Я сам начал так-то сдалека, потому что в Русску был взрушен съемный маят. Семный маят уже не был съемный каждого человека, но был подминен, а в частности некому посвятовал на учителу добру, например, сбуле пановника. Так что, логически, там возникали какие-то институты, которые связали с укромным маятком, а и уставы не залагали с укромным маятком. В среднем, затем, очень быстро в России, совершенно свободной стране, в средневековом конец, появилась сперва крепостная правда – это крестьяне были закреплены в земле, а затем превратившиеся в 18-е годы, практически просто в откровенное рабство, крестьяне ставили членовизм, просто того, чтобы продавать как вещи, как скотты. В русском, тогда свободном русском, тогда свободном в тих сперва, таких межицих, так тогда, в основном, возникло поддамство, а в то поддамство, где, в основном, где человеке пришло в талии кучи, где в 18-ем столетии изменило, потому что, уже в правдовое потолки, где, в последнее время, где человек покупали, куда-то были, как у снижатанами. Именно по этой причине, все попытки в нейронизации, в России, примерно, нахранки, совершенно до отмены крепостного права, не имели никакого, никаких серьезных шансов на развитие, потому что, по-прежнему, возникало частные собственности. Я приведу классический пример. 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 Я приведу хлопринcentralokideтерн沒 membju. Ага. Не хочу ни было. Так, чтобы представить себя на каких-либеральных людей, так как их были доставили к ночи, так как я спорядал, как это, как они... Это были лопаты в браках, так что в течение ночи влевых лопатах. Так что там вырали все домы, не молитости, и есть такая аналогия к ночи влевых ночах. Ровно так, что под полным, даже не попустительством, а под прямым участием вот этих игралов создавались такие загадочные, даже не остальные экономики, institуции как госкорпорации, которые вообще выведены за рамки экономического законодательства. И с прямым участием этих актеров были в Русске закладаны звездные, как бы, зановые институты, статные корпорации, которые стали за границами экономического законодательства. В целом, это так, что современные наши так называемые системные игралы, это люди с абсолютным местным сознанием и с некоторыми разрушенными рыночными нитями. Например, что бюджет должен быть общим, что бюджет надо считать, что баланс надо сводить, что нельзя начать действия просто так. Вот это весь предел либерализма в их представлении. Но если бы это были только те, кто могут быть властью, то наше либеральное, так называемое важность, ровно такая же. Год перед Прагой я был на здоровом форуме свободной России в Вильнюсе с 14.15. И там было видеть то самое, как параллелы между либералами и техними, которые были в Вильнюсе и в Вильнюсе. Подавляющим, чтобы не все, не в себе, но подавляющим, чтобы участник бюджетского формы, это оппозиция. Это оппозиция, в общем-то ее либеральная, так сказать, либеральная часть. Не может представить всей России иначе, как унитарное государство. А если есть и федеральные, то только такое, что федерализм будет сверху, не снизу вверх, а сверху вниз, как дарованый свыше. Не все, но на протяжении участников опозиций, которые участвовали в форуме, а вещество из них, которые подчатят между либералами, они не умеют представить Русскую инак, не с ней, который будет федеральными, но там федерализм не будет стоять на хору, а потом пробиха к опаточным смерам, а в общем, та мощь и федерализм не будет стоять на хору. Это федеральные представления, они согласно с позицией нашей оппозиции, то есть согласно с таким уважением, что федеральная власть должна найти с налогами, с регионами, а не наоборот регионы должны, грубо говоря, прикинуть сколько минут на федеральную власть, лишать. А дальше наша оппозиция, которая согласна с тем, что федеральная власть должна делать данные с регионами, так ли бы это не было быть наоборот, а бы регионы все разводовали, просто почитали, сколько денег, сколько денег, сколько денег, тим веществам, заоборот. Ну так, образно можно сказать, что десятая поправка Конституции Седьмёных Штатов, которая запрещает центральную власть брать какую-то власть, коррористская Конституция, у регионов, просто она понятна по словам, но недоступна ментально. Скоррористская Конституции Седьмёных Штатов, что федеральная власть не может забирать, что с ним будет полномочия у штата. Скоррористская Конституции Седьмёных Штатов. То есть, одностранковецы, а по-дольшие, что, соучастник выбирал либерализм в Руср у наточении С energia Руси, который служит социальному штату. У этого есть два источника абсолютно очевидных. Ну, традиции советского строя, но второе, не менее важно, это обращение к европейскому опыту или к европейским социальному государству, которое очень активно использует И слова, скажем, Margaret Thatcher, о том, что социализм кончается в тот момент, который закончится, как эти деньги заработаны никому, больше всего в наших либералах не понятно. А в большинстве наших либералов не понимает слова Margaret Thatcher о том, что социализм кончается в том окамжике, если кончится в ревизе, которые он не выделал. Непонятно. Неочевидно является то, что между 100 лет американского государства нет налога без правительства. Имеет обратную сторону. Нет представительства без налогов. Конечно, этот принцип совсем очевиден, что нет представительства без налогов. Разборется с священной коровы современного западного мира как общий оперативное право. Но именно этот принцип, что нет никакого представительства без налогов, это, в общем-то, тот принцип, который является хорошим индикатором. Имеет либерализмом или нет ни с неолиберализмом, который не является либерализмом по существу. Но, правда, эта тема, что не существует воз, не существует времени у нас в стране, было бы мусом папире, чтобы проверить, если у нас есть ли к нам как-то связано с либерализмом, или как-то не существует либерализмом, как каждый. О, прямое связано с пониманием коров. Власть, это власть Богатану, то есть дана сверху, откуда там. Или власть – это Joint Stock Venture всех участников. Граждане. Потому что это прямо своими представления, если есть мощь с неким, т.е. служит дана, или если это Joint Stock Venture всех участников, т.е. обчан? Ну, казалось бы, вот то, что я сказал, то, что все критические стрелы, выпущенные мной, относятся к подавляющим большинству людей, которые принято считать современным русским либералом. Вся эта критика, которую я сегодня отпустил, со своих уст, так, ставлю на большинство людей, которые сегодня говорят «Либералы». Это одно, что и в партии парняс, и в партии Явл, которые сейчас не были бериаловательские социалисты. Это и представителей парняс, и представителей Явлоко, которые в этом все либералы, Но, разумеется, не ко всем людям, потому что среди оппозиции есть люди действительно либеральные меры. А сейчас я хочу сказать очень парадоксально. Казалось бы, в этих условиях, в социалистических традициях советского строя, в отсутствии хорошей, нормальной частной собственности, вот придатикли будто бы либеральных лидерами оппозиции. Дало бы никаких шансов избирали за Россию. Но, в частности, есть парадокс, потому что, если здесь такие socialistические традиции, в том, что в Советском СВАЗ не существовали, и в этом году существуют как бы либеральные либеральные, то как бы это стало, что либерализм в Русском никак не имеет шанс на существование? На самом деле совсем не так. Дело в том, что при всем коллективизме, так как в нем коллективизме нашего народа, у него очень серьезно платятный либерализм. Но в совещанности в том, как нет. И, когда мы там такого духа коллективизма, который, по-моему, еще сидит в наших лидах, так у нас все скрытые тенденции всего тотального либерализма. У нас все граждане нашей страны, или подавляющее число граждан нашей страны, считают, что вам обидел для себя, что государство обязывает, государство должно, государство должно обеспечить, государство должно помочь. Но никто из них не действует, исходя из того, что государство реально что-то сделает. Те твердые знают, что стат не делал ничего. И живут свои жизни, и игнорируют государство на самом деле. Мы один раз, на моем памяти один раз, увидели, что может русские народы, что может быть совершенно либеральным народом. Я, что я помню, как я видела, что русские люди смогут уничтожить как либеральные люди. Да, я сказал, что русский народ, но я имею в виду всех граждан России здесь видителя по национальностям. Я еще хотел, чтобы это был национальностям, потому что не хотел, чтобы это был национальностям. Конечно. В начале 90-х годов государство было развалено. У него не было никаких возможностей, чтобы это не было обеспечено. И было сказано, вы желаете, как можете. Вот как хотите, так вы желаете, попробуйте. В 90-х годах, или на початку 90-х годах, когда стат не распадал, не мил абсолютно никакой возможности заявить, что были про обчаны, а говорили им, проживайте то, как умеете, просто делайте, что умеете. И как ни странно, наша страна вышла. И люди не выжили. Всем было тяжело. Были очень тяжелые времена. Но развалилась огромная страна, развалилась экономика, был тяжелого времена, а люди выжили. Показали, что они могут это делать, умеют это делать. И тут все начали делать сами, потому что сказали, что надеяться не надо, как бы сказали. Ну все, а вам все позволит. Ван паспорт не хотел. Ван никто не мешает. Никто не мешает. И люди уже. Я показал, что звук не может. Конечно, это латентный либерализм, как я его называю. Люди имеют свои дефекты. Сомнение тем долго. Атентивный либерализм в советии, как я уже назвала, но он уже либерализм имеет свои недостатки. Первый и самый главный – это дефицит ответственности. Он отражает неупременность. Такую непривычность понятию незыбленности частной собственности. Он налагаемые обязательства. У нас дефицит не было. Почему это? Первый, или первым, важнейший недостаток – недостаток отповедности. Недостаток такового употребления, неизвестного значения в различных вещах. Причем, что, кроме мэйтера, неизвестировал страшно долго. Так что, когда он объявил, там еще есть такая ненесная вещь, в частности, которые с этим связаны. Но вот сама по себе вот эта латентно-либеральная возможность, она означает только одно – что нормальный либерализм, при нормально высказанной программе, очень возможно, что в политических условиях будет шанс для спасения России. Причем. 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 Так. Причем. Аплодисменты. Рад. Спасибо. Сейчас мы перейдем к вопросам, и я хотел бы только чуть-чуть уточнить. Мне почему-то показалось, когда ты первый раз упомянул о том, что это скорее шутка. Но ты в конце закончил и настаиваешь на этом. Хотя тогда был вопрос вот в чем-то. Ведь по всем вопросам, и мы даже не говорим про выбор, но совершенно ясно, что около 90% считают, что государство действительно должно находиться на первом месте. Во всех областях практически жизнедеятельности человека, общества, культуры. Сегодня скандал с государства Центром современного искусства и прочее. И ты при этом говоришь, что на самом деле эти ценности люди готовы разделить. Мне кажется, что это парадокс, который надо прояснить. И в результате вопросов, что это было бы не так? Так... Так... Прежде всего пару раз упомянул... Так что... Я... Так что с этим я спрощена моя вопроса. Из всех каких-то отзывов, из всех русскому, 90% людей в Русску считают, что стат должен иметь важнейшую роль, что он должен быть на первом месте в сполеции, в культуре, а так далее. Например, сегодня у нас был скандал с центром современного умения. Но ты по-другому считаешь, что либерализм у людей и отчаяния, что либерализм у людей? Я же говорил, что у нас большинство граждан, это такое раздвоение сознания. С одной стороны все считают, что государство обязан, должное такое. И пока государство худо-бедно хоть что-то исполняет, все охотно садятся на шею государства, успешно говорят, ну халява. Русское такое слово халява, даром достающиеся. Всем это очень нравится. Но на самом-то деле все прекрасно знают, что в любом, ни за одним вопросом обратиться к государству эти же люди не будут, они будут решать его мимо государства. Люди не пойдут в суд против государства, когда государство их прижимает. Они пытаются обойти этот вопрос сами. Это такое разводение сознания. Ну да, у нас в Советской стране было всегда. У нас даже есть такая замечательная пословица. Продолжение следует... В любом случае, почему все вместе занимают? что стат за него не решит важные вещи, что просто о том нужно постараться самим. Никто, например, не будет садиться со статом, который каким-то образом удискует или избавит от своих прав. Так что все это было в нашей стране. До конца есть одно русское предложение. Каждая по отдельности против? Каждая по высоким разделениям, а каждый из вас еще против. А все вместе за? Но по-будто со своими соучениями, как соупром. Понимаете, на самом деле пока государство декларирует, а тем более что какой-то стик не осуществляет функции перераспределения и одаривает граждан, какие-то свои милости. Люди будут еще считать, что государство важно. Ровно к этому моменту, когда государство и перестанет иметь возможность их окормлять, как говорится. А это произойдет очень скоро. Вот сейчас экономические истории столь тяжелые, что это произойдет очень скоро. И тогда люди не специально учатся. А сейчас государство очень сильное. Так что этот оканжик чекает уже очень скоро. Ровно часто, как у нас в 90-80% граждан подержали агрессию против Украины. Но как-то не добровольцы туда особо не кинули свои власти. Так что, например, 80% наших участников поддержали агрессию против Украины. Но мы не видим там каких-то заставов, просто голубей, которые хотели бы там боеваться. Ну что, вопрос? Да? Хорошо, я тогда потом с вами реманку. Давайте Кирилл, он, я знаю. Да, я подготовил вопрос. Это нормально. Нет, я пока слушал. У меня вопросы походу. Сергей, значит, вы начали с исторического экскурса и совершенно правомерно связали возникновение либерализма с долгой традицией уважения в частной собственности. Это понятно, но все-таки либерализм – это, в первую очередь, некая система базовых ценностей. И, как мы помним из краткого курса, у всякой такой важной вещи должно быть три источника и три составных части, да? Ну или хотя бы две. И поэтому, как мне кажется, кроме традиции частной собственности, у либерализма должен быть какой-то еще источник, еще какая-то составная часть. Это первый мой вопрос. А второй мой вопрос, даже не вопрос, а некая такая дискуссионная ремарка. Говоря о представительстве, которое невозможно без налогов, по сути дела, если я правильно понимаю, вы говорите о цензовой демократии. Тогда вот какая у меня родилась мысль, слушая вас и слушая тезис о стихийном или вынужденном либерализме. Ведь получается тогда, что на обломках нынешней России мы как раз и имеем возможность первыми внедрить в новом в этом современном мире цензовую демократию. Потому что внедрение ее на Западе фактически сейчас невозможно. Я не вижу для этого никакой возможности. Тогда как? Да. Собственно говоря, в этом и мысль. Спасибо. У меня лиценз, что есть некие аренитики, кто может выбирать, кто не может. Не все голосуют. Голосуют только те, кто платит налоги. Например. Только дворяне, только кто платит налоги. Ну понятно. Да. Ценс может быть равным. Или образовательные цены. Да. Ты, Сергей, заставил, что ты здесь представил исторический экскурс, где ты спорил, в общем, проходит ли по-чатек liberalизму, свой глухой традиции, а с традицией, мусти, с суперменной маятку. Но мы все-таки визназ, что у нас есть лекции, что либерализм есть союзстава, неких здравоохранных здравоохранных, то значит, что мы должны быть минимальными две, или три, или два-три строя, за которыми мы могли бы прихаться. Так что, какие бы были другие, кроме этой исторической традиции. И еще такая познамка, спич не что-то. Я сказал, что мощь не может быть без данных, а это такая демокрация, которая является выбираем, которая является на том, что выберем на обыдатель, и они будут мать право гласовать. Каким способом с этим связьтесь о жиленном liberalизме? А потом еще, я хочу сказать, что нынешний, на проскап, соучасного Русска, мы будем мать первую возможность что там не все, как бы его либерализм, завезть. Что ж, соучасная новина, а хотя бы, это абсолютно не можно. Ну, да. Когда я говорил о распечатательной собственности, я в этом поделился почему. Потому что второе, важнейшее, являющие с ультрализмом, это представление о личной свободе человека, его личной ответственности. Да, но понимаете, это для любой христианской страны имманентное представление. Да, православие несколько более концевативно, чем католицинно, тем более чем протестантинно, но в православии ровно так, как всякое христианство, оно конструирует личную свободу человека, личную свободу человека, данную Господом, и личную ответственность человека, оно ему примет замечательно страшного стиля. Так что это у нас было, ровно так же, и я мог привести кучу примеров русских богословов, умыслителей, 14-15 века, которые эти позиции, обе эти позиции неизвестны, а неизвестны, неизвестны. Что это у нас было, неизвестны, а неизвестны. Так же, как протестантизм, а честенство, так же, так же, подпоровало свободную волю и ответственность человека, которая бы се мела проявить, например, у последнего слова, с церковного 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 стажа, 14-15 века, где же им приймут вручный кудрог воруживание? Это же традиция не обязательно связана уже теперь с Великим Новым годом, во время Протвещения, так и естественный закон, так и то же самое, оно базируется на этих ценностях. Это что касается, ну, вот первого вопроса, а второй вопрос — какой? Понимаете, это же, если мы говорим о представлениях, фиберальных представлениях государств, то государство — это есть, ну, некоторая складчина людей, которые вместе решили, что нам некоторые вещи выгодны делать вместе, а не каждому по ответственности. Мы на них сложились. Вот те, кто сложились, не имеют право решать, куда потратили, что сложились. А кто не сплатил налоги, пожалуйста, живи, но только тогда ты не решаешь, куда потратить деньги, которые ты не вкладывался. Здесь не идет о том, что кто больше вложил, тот больше имеет право голосовать. Нет. Любой человек, вложивший равную относительно его дохода долю, ну, мы можем там делать шкалу регрессивную, прогрессивную шкалную долю, это как угодно. Предположим, горизонтальную шкала, что все вложили равную долю, уж сколько у тебя есть. Богатый человек вложил много, где-то и мало, но ты в равной степени вложился в общее дело, в общую отделку, ты считаешь дело своим, тогда ты доказал, что ты считаешь дело своим, и тогда тебе не решать. А если не вкладывался, ну, пожалуйста, живи, но тебе не решать. По-моему, разумный, естественный взгляд на вещи. Ну, кто сложился на общее дело, кто-то решает, как вы делаете, а кто не вкладывался, ну, уже не решаешь ничего. Когда взмемы liberальные понятия стату, то есть люди, которые сказали, что это важно жить в сполу, каждый приспел своим делом, а тот, кто приспел, так нужно о различных вещах разводовал. Если бы никто не приспел, так нет проблем, ты пледешь жить далеко, но разводовать о нищем не можешь. Не значит, что бы все-таки приспелы абсолютно соединенным дилем, это уточный помер, сколько кто-то имеет, так просто тем, кто приспел, но тем, что приспел, так укажет, что, ну, я думаю, что я про эту мысль, что я не могу сделать, а в том числе можно разводовать. Я думаю, что это абсолютно приручный поход на вещи. А что касается, что в России действительно такой вот единственный из крупных развитых стран такая возможность, это да. Потому что, судя по тому, как развиваются события в российской государственности экономики, это будет полное крушение государства, когда придется строить с самого начала, просто с нуля на руинах, разгребая обломки прошло, просто, ну, обломки выстроить, нуля, и да, можно построить на этих основах, а переделывать труднее. Нуля, что касается русской возможности того, в связи с этим, потому что сейчас статная сфера и господальство абсолютно страхует, что там возникнут доски, руины, на них будет что-то будет статать от начала, не что переделать и строить. Потом вы, да? Потом вы, да? У меня вечно грустное думать, как известно, приглашать станцию в России сейчас большинство судеб в отношении общественного поведения большинства валентаритетов потомков Шариковых, а не профессоров Леониджинских, по-моему, падают. Если произойдет то, о чем вы говорите, я боюсь, что это произойдет, мне гарантирую, что получится не либерализм, а анархия, помню. Я боюсь, что это будет опять кровавый беспощадный бунт. Я помню 91-й год после учения КЧП. конечно опять мы вращались к какому-то кузе, людей, с которыми общались до этого, но они очень верили, что сейчас уже путь открыт. Запады нам помогут, научат, и технология власти, она тоже не падает с неба. И демократия, даже либеральная демократия, она ведь не как раз строительный суп, который просто выбирает экипетон покупать в магазине и получается все готово. К этому должны прийти эволюционные пути. В моментальной ситуации, когда большинство людей просто хочет выжить в России, и не до того, чтобы выучить все эти теории. опять, по-моему, узкий групп упрежденных людей общается между собой, и у них теоретические споры. То, что в Америке произошло, создали какой-то пламенный котел, создали американский народ, но это было не средство европейского, а самые активные люди, понимали, что они лично ответили за свою жизнь. Люди, которые жили при крепостном, еще осталось это где-то в этой традиции, они все другие. Крутные решения? Вопрос. В чем? Сейчас, Каролин, а давайте еще раз поточним, остались ли в зале, просто ушло двое или несколько человек, остались ли в зале, кто не понимает русский язык? Все понимают русский, да? Все понимают русский, Да, тогда просто ускоряем дискуссию и... Хорошо. Да, конечно, шанс того, что у нас на просторах России, которая почти наверняка расходится на несколько кусков, потому что шансов строить единого государства, нет, видимо, не нужно уже. Ну, как же я бы сказал, Британская империя, она вполне английский, Канаду, Австралию, Новую Зеланду, где белое население, английское население государственного подавляющего предстоящее. Ничего не произошло, концертство не произошло. Вот. Да, конечно, что в большинстве, в случае, на большей части территории России будут либо какие-то полуфашистские диктаторские режимы, но возникнут. Огромная, видимо, зона будет такой, Сомали, где будут все воевать со всеми, я это надо понимать. И если будут шансы подхватить эту бавшую власть людям, ну, либеральных взглядов, то только, я думаю, Москва и Петербург, ну и те, кто к ним примкнут из ближайших регионов, больше не удастся. Это надо честно понимать, что большая часть России будет таким, ну, Сомали. Да. Это так, к сожалению. Это не то, что этого хочется, а это вот, простой анализ показывает, что это, скорее всего, так. А в Москве и Питере это реально, но если опять не заниматься дурью, я бы сказал так. Если не говорить, что мы завтра же устроим выбор, то выбор в нас будет дожить, она же будет выжить. И тут любая власть, которая будет, даже если будет для самых демократов, самых либералов, но не идиотов, она будет заключаться в том, чтобы продержаться может быть пять, может шесть, может семь лет, при этом готовя, снизу готовя, отдавая власть шаг за шагом полномочия на места, готовя к тому, чтобы это пришло к географической стороне. Можно готовить прямо в обратную сторону. Вот это вот и будет выбором. Готовить, отвечение будет тоталитарное государство устраивать сверху вниз, доля, или наоборот, давая снизу вырастать, отдавая вниз полномочия, деньги, ну, просто что? Вы сами решаете. Вот вы на местах, вот у вас вот ваши полномочия, забираем минимум полномочий наверх. Это будет очень тяжелая вещь. И тем либералам, демократам, которые если не за него возьмутся, придется наступать на горло собственной песни, а потом считать, что мы сделали, если бы произошли, судите нас 10 лет, потому что мы не демократичны. Уверены, что это можно сделать раньше, чем одно или два поколения, я уверен, что это можно изменить внутреннее общество России? очень легко. Очень легко. Хорошо. Следующий вопрос у нас. Да, 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 да. Сергей. Дорогой Сергей, я очень тебе благодарен за информацию о современном генеральном России. Но, что касается своей концепции истории России, то каждой клеточке своей души, каждой клеточке своего разума будет психологическими согласиями. Поэтому, в знак протеста, отвечая на вопрос господина Викторина, какого секрету будет говорить, ты, когда знаешь, что ты москвич, я с тобой буду говорить про ленинградского диалога. Конечно, частное все это не вопрос, это мое выступление в рамках культуры дискуссии. Я тебя ни о чем не спрашиваю. Конечно, абсолютно верно, что одной из составляющих возникновения либерализма является частная собственность, это азр. Но, с моей точки зрения, главной причиной, основой, базы, почек возникновения либерализма на Западе является понимание так называемой статуарности тела. мы имеем такой великолепный документ, и ты, как медиевиз, замечательный, его, конечно, знаешь, хапиас портус эс, который был принят в раннем середневекове в Англии, и говорил о том, что человеческое тело неприкосновенно, его нельзя бить, его нельзя тронуть. Начался либерализм. Из понимания свободы тела, не затронутости тела, никто не может не иметь права коснуться к твоему телу, но без суда. Из этого родилась свободная личность, из этого родилось понятие свободы личности уже в духовном плане. Переносить вот это вот парадигму отношения к человеку, как ты сказал, в домонгольскую Россию, или в послемонгольскую Россию, или даже в современную Россию, это глубочайшая сборка. Именно тем и отличается западный либерализм, от русского нелиберализма, что у нас еще очень мало неворотых поколений. Ну, ты знаешь, выражение классика, российского нескольких неворотых поколений, после освобождения крестьян. Последние примеры городного поколения – это Великая Отечественная война, когда наши замечательные освободители жутко в коне Геременко позволяли себе палками бить собственных генералов и офицеров. Когда об этом узнал генерал Гудериан, тот гад, который хотел взять Москву, он пришел в ужас, потому что немецкий офицер, фашист, нерзавец, он себе не мог представить, что его вышестоящий начальник, даже пощечим ему даст, не то, что палки ему даст помочь. Русская армия это было сплошь и ряда. Это первое, что я хотел тебе сказать, и второй фонд, о котором я хотел возвратить, очень активно. Близко о том, что во время советской власти или после войны всякие интеллектуальные интеллектуальные течения соединения с западом были прерваны, мы жили в абсолютной изоляции, а генерализме это совершенно несоответствие действительности. Поскольку я сам активный участник андеграунда и самостата 70-х и 80-х годов Ленинграды, я приведу первый пример, который мне приходит в голову это книга моего учителя Кирилла Михайловича Бутырина, который, к сожалению, умер месяц назад, я не смог с ним попрощаться, потому что мне не дали визу в Россию, я чешский гражданин. Он написал подпольную книгу «История русского либерализма». Эта книга насчитывала порядка 200 страниц и была действительно для нас священнейшим откровением, однако о либерализме знали и его помнят. Последнее, что я хочу сказать. История русского либерализма начинается с моей точки зрения только в середине 19-го века. Тут я должен назвать имя историка Грановского, кружка вокруг него. Отсюда пошел русский либерализм, интеллектуальный, теоретический и выдался в программу Конституционно-демократической партии. Как вы знаете, вся эта партия была разогнана в 17-м году. И вот тогда действительно всякая традиция либерализма в России кончилась. После этого ни одна партия в России, как, кстати, ни одна партия в Чехии, не могла возродить идеи классического западного английского, с моей точки зрения, либерализма. Последнее, никаких оптимистических представлений о том, что дальше будет с Россией, у меня нет. Поскольку либерализма в России нет, либеральной идеи на самом деле в России нет. При любом крушении государства Керен совершенно прав, может произойти только аналитический бессмысленный бунт. И единственная надежда это продолжать теоретические изыскания, читать лекции, вести просветительскую работу, то, чем занимаешься ты, поэтому я тебя за это очень благодарен, объяснять, что такое либерализм и теоретически внедрять его среди простите меня за снохийское выражение избранного меньшинства. Избранное меньшинство, которое кровь и тело в себе впитает понятие о том, что такое либерализм, что такое статуаж, что такое не дает помочь любой настоящий начальник, то, как это поколение, это мессианское меньшинство может спасти Россию. Спасибо, прошу прощения за долгие монологи. А поскольку это был не вопрос, но ответ не подразумевается, но я, как подоратор, хочу сказать вот что. Сергей как раз настаивает на том, что он знает и даже горбов при принятии определенной практические шаги, а не только теоретизировать и давать советы. И мой вот сейчас вопрос для продолжения дискуссии заключается в следующем. А если бы ты стал президентом завтра, то какие бы были твои первые шаги и какая была бы твоя собственная программа? Что делать дальше? Ну, первая программа разрешить максимально все. Люди должны богататься, все сделать сами. Пункт второй, что важнейшая вещь, которая есть у нас сейчас в стране, которая не понимает 90% населения. У нас в стране 90% населения, я не исключаю узкий круг предпринимателей, кто с ночи узок. Я отвечаю за это понимать. Не понимают, сколько они платят, что они вообще платят. и сколько они платят. У нас люди с трудом вспоминают, что здесь 13% достаточной налоги на самом деле с заработанных денег платят налогу. То есть за них работодатель платит много, они его не видят. Для них работодатель, прежде чем заплатить в итоге с зарплатой, вынужден заплатить все эти налоги. Они зато ранее ниже, как в дании. Я прошу прощения. 47-48 процентов от зарплаты. Если людям дать навыки внести с клеточку с зарплатой и заплатить эти налоги, я усперяю, процентов 15, а то 20. Чем нескольких месяцев зададутся вопрос. А какого хрена так много и куда они идут? Потому что мы не видим ничего в ответ. Люди просто этого не представляют. Причем люди слышат образование. Спрашиваешь, ну как, 13 процентов? Раскладываешь все это? Понимаете, это нужно сделать одной из первых вещей. Потом платить все деньги и налоги, они должны платить сами. Вторая вещь – это почти все отдать на места. Кроме самых фундаментальных, таких инфраструктурных вещей, которых приходится. Понимаете, странно несколько отдать местному муниципалитету контроль над трассами авиалаймеров, которые летают через Москву в Болбей, в Лондон, в Барис. Ну потому что вроде это не удобно делать с муниципалитетом, а просто с педагогом. Но только инфраструктурные вещи оставить в стране власти. Все остальное, все средства. Все-все-все отдавать вниз. Внизу люди договорятся, потому что это простые вопросы. Потому что там остаются не сложные вопросы, а простые и очень видные им по результатам. Потому что быстро люди научатся демократию. Потому что будет видно, вот на Савасиме здесь вот, куда они ушли. Ну пойти вот в небольшой городок 10 тысяч. Сколько там есть налогов? Ну можно крутать яму на дороге, можно починить крышу в школе. А можно, я не знаю, можно... А можно в этой красивой плитке поставить планик. Не фонтан. Но вот люди решатся, что им делать в первую очередь. И увидеть, как это происходит. И они сами молчат, ребят, давайте сложимся еще по 3 рублей. Каждый. Но все-таки доделаем асфальт на дороге. Потому что не хватает какой-нибудь асфальт на дороге. Ну не хватает. Дорога нужна. Вот наша дорога. Не здравствуй Москва-Париж. Да-да-да. Это вот три вещи, которые придется делать. И вся цель центральной власти, ну центральная, я говорю, той, которая на том пятачке, который центральная власть будет удерживать. То есть я твердо уверен, что президентом России больше не будет никто. Потому что не будет этого понятия вот той России, которая не будет в том числе, а вот глава любой и хвост по любой маленького кусочка максимум, что сможет сделать это тремящее. Это прикрыт своим авторитетом. Ну грубо говоря, росла всюду шерифов с пистолетом, которые смогут поддерживать порядок, которые смогут наладить, помочь наладить внизу, рассушили, совместить со всеми налогами. И которые не будут мешать людям выбираться. Это очень важная вещь. Сергей, это невероятная история. Невероятная история. Просто сказка. Ну вы понимаете все? Да, я знаю почему вы об этом говорите. Потому что вы исходите из того, что страна существует, и что экономика не существует, и не будет существовать через пару лет. Через пару лет мы будем руины, где надо будет строить с нуля. И вот тогда придется действовать вот так. Никакая оппозиция в России не имеет ни малейшего шанса повлиять на скорость движения этого строя, на направление падения этого строя. Ни малейшего. Мы не можем тут ни ускорить, ни заметить ничего. Оно же происходит без нас, потому что мы тектонически совершенно другого масштаба, чем наша ничтожная оппозиция. Но когда все это рухнет, вот тогда любые целенаправленные действия узкой группы людей, понимающих, что они хотят добиться, будут на вес золота. Потому что 90% людей в данном положении, и что дальше? Я боюсь, что… Да, давайте сейчас вопрос. Я боюсь, что как раз 90% даже не заметят, что что-то рухнет. Просто потому что, как ты, во-первых, сам сказал, что они привыкли жить без государства. Во-вторых, пример с дороги, мне кажется, тоже очень показательным. Люди другой дороги никогда в жизни не видели. Более того, они никогда не были в Европе, и они не представляют себе, что дорога может быть другой. Да, но вода из крана все-таки течет, а тут перестанет. Есть золотой речки, есть пруды, есть лужи. Давайте следующий вопрос. Да, Игорь. Я бы хотел немножко уровень дискуссии снизить до очень простых понятий. Это понимание, которое затронул Сергей, Алексей и Антон. Это понятие, действительно, ценности в обществе. Это, действительно, если мы берем западные ценности цивилизационные, то во главе у нас стоит сам человек, его личность, свобода и так далее, и так далее. В то время, как мы говорим, сегодняшняя Россия, не сегодняшняя Россия, это историческое развитие. И все страны еще в девятнадцатом веке ведь строились по принципу, что может быть ценнее, чем, словами Елизаветы, ценнее, чем механитария. Все, что на пользу в стране, все может быть унесено в жертву. И это либерализм, конечно, британских сосреди Коби, он был чисто теоретически, а практическая эта жизнь, она вплоть до двадцатого века, строилась на том, что личность должна быть очень интересным государством. Сегодня этого нет. Но если попытаться проанализировать, какой способ перехода от этого принципа важнее всего государства до состояния общества, когда важнее всего личности, этот путь был пройден всеми европейскими странами, но не только европейскими, но и Южная Корея. Наверное, можно говорить о том, что там это исполняется, но не в этом дело. Если мы говорим о будущем России и ее возможности перехода, то вот эта перестройка, вот все отдается во благо государства, и наоборот, государство и все общество работает во благо каждого человека. Вот эта перестройка должна перезайти. А как она может? Естественным способом перезайти не может, мне кажется. Кроме того, еще один такой подвопрос, прямо к концу ведущей дискуссии. Вы говорите, все рухнет, и все будут в шоке стоять и ожидать, кто это нас отсюда выведет. Ну а мне кажется, что у многих не будет стоять и очень много людей, кто ему там бандит. Просто говорят, ведь они этого как ждут. Потому что кроме обломков там еще будет очень ценный металлолом, который они как раз будут сдавать и утилизировать. Значит, два момента. Ну, первое, я вижу такой контрактительный ответ, чтобы сказали, что в Европе как-то это произошло за двадцатый век, даже я бы сказал, за половину века. И можно сказать, как. Очень просто. Европа была трагнирована двумя мировыми людьми. Вот двумя катастрофами она была трагнирована и казалось, что государство стоит меньше, чем человек. Ну, у нас в Европе набирается, ему тоже скоро критическая масса, так что это возможно. Такой же пехот возможно, потому что, ну, Европа тоже, вы сами правильно говорите, за пол века прошла этот год. Не так долго. Не так долго. Да. Это первый момент. Второй момент вы говорите, что просто, ну, конечно, мы не думаем. Конечно, мы не думаем. Поэтому я сказал, что любой власти придется иметь шилип, который будет в этот порядок. И это будет и одна из самых вещей. Защитить людей он будет. Конечно. Конечно. И изучать предельно жутко. Ну, потому что другой вариант не будет. Конечно. 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 Конечно, будут такие люди, которые говорят, что думать. Всегда будут. Всегда. И в моментах крушения будут. Тем более. Ну, как. Мы прекрасно знаем Blackout в Нью-Йорке, что произошло с нью-йорским магазинами, что будут получать в Нью-Йорке. Я понял. Сначала, а потом. Второй момент очень важный. Знаете, чем делать? Мы же должны понимать, что такое сейчас обрушение в России. Именно в 1988 году Советский Союз производил худо-предны 85% того, что потребляло. То есть, когда советская власть рухнула, продолжают крутиться за холодом, в общем-то, как это все это шло, как это все работало. Ну, плохо, худо, но этот маховик дал возможность проскочить вот в самые дешевые. А сейчас картина прямо обратно. А сейчас картина прямо обратно. Россия производит 15% от того, что потребляет. А 85% от того, что потребляет. То есть, как только государство рухнет, выяснилось, что нам жить просто не на чем. Не на что, не на чем. То есть, вот это действительно будет обрушение, в котором 90-е годы нам покажется цветочками. Это надо прямо понимать. Я подаю себе отчет в том, что в самом серьезном ужасе этих слов, но это так. Это так. К сожалению, вот нынешний режим нас довел до этой точки. Ну, вот так. Это очень весело признавать, но не надо закрывать глаза. Меня зовут Тима Ланя. Я в Финляндии, работаю в Карлом университете. Вот, по-моему, ваша мысль о латентно-либерализме России, это очень интересная. Я понимаю, что вы имейте в виду. Это явление, я узнаю, это понимаю. Но способна ли вот такая форма либерализма создать новое общество, устойчивое общество? Если либерализм в России возможно только в условиях краха государства, мне кажется, что это только очередное смутное время. И после этого растет опять астребральный режим. По-моему, либерализм – это не только атомизация общества. Вот такой вопрос. Ну, в плане атомизации общества, по-моему, мы дошли до самой крайности. У нас тут там все трудно переплюнуть. Общество, которое никто никому не верит, никто… Это уже, говоря, в советском устроении, министры власти дошли до этого предела. А что касается того, что вы говорите, что дашь больше шансов на авторитарный режим. Я сказал бы так, что в Москве и в Питере вообще есть, по-моему, шанс сцепиться либеральным силам за власть. Попытаться создать новую страну. У нас будет великолепный шанс. Примерно 1 сот. Вы знаете, это очень много. Потому что у всех остальных будет… Ну, 2 сот. Ну, 3 сот. Три шанса из ста. Не сильно больше. Не сильно больше. Так что это шансы. Это реальный шанс. Так, один из ста. Ну, не сумеем, нужно два первых. Ну, значит, не боже. Значит, увы, но это тогда даже и тут в России ничего не будет. Вопрос. Сейчас. Пожалуйста. Пожалуйста. Вопросы. Очень все интересно. Ну, дело в том, что, мне кажется, очень одна, очень интересная одна сторона и была раскрыта. Вопрос. Вот, когда мы изучали биологию в школе, помню я сам, был такой вопрос. Почему сегодня на Земле не может возникнуть иная форма жизни из всех прекурсоров, скажем так, которые существуют? И ответ очень простой. Потому что сейчас существует слишком много поглотителей и прекурсоров, которые просто съедят, ну, как пищу, и все. И вот, все говорят, распад России в никуда, будет там Сомали и так далее, и так далее. Безусловно, с моей точки зрения есть шанс появления Сомали, но это будет просто цель создания Сомали, а это достигается очень просто. Заинтересованная сторона, сильная заинтересованная сторона, например, Япония, Китай, Соединенные Штаты Америки. Им вполне достаточно, ну, скажем, снабдить оружием обе, ну, скажем так, все заинтересованные стороны. Как в свое время Израиль говорил, мы за успех всех противополствующих сторон в... где? На севере от Израиля. В Сирии. Мы за успех всех противополствующих сторон в Сирии. Следовательно, другая, скажем, сторона возможного развития событий, и я считаю ее более, значительно более вероятной, это... Большинство людей, которые могут просто унести ноги, просто разбредутся. Кто-то в Китае, кто-то в Японию. Возможно, где-то будут референдумы. Обратите внимание, что до сих пор никто из западных стран сильно не подвергал сомнению результаты именно референдума в Крыму. Мы слышали о том, что Россия неправомерно приняла ее в свой состав. Но никто, и я до сих пор не слышал, чтобы кто-то из западных стран подвергал сомнению правоправность референдума как по факту в Крыму. И я считаю... Нет, 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 давайте, давайте, давайте убить будем точно. Никто из западных стран не оспаривал цифры, полученные референдумы. Все считали, что эти цифры ни о чем не говорят, потому что референдумы, проводимые под условием «купации» не говорили ни о чем. Но я хочу сказать, что возможно, я не говорю, что это как бы точно, но возможно, это правовой прецедент для дальнейшего раздела Российской Федерации. Когда будут созданы местные референдумы и... Потому что каждая группа людей, каждый человек хочет остаться в живых, он не хочет жить в Сомали. И так или иначе, на определенных территориях, например, Благовещевская область Прямурия, Хабаровский край, будут просто голосовать за... Ну, как вот, Путин придет, а где Китай придет, да? Я хочу... Моменты. У нас все-таки не конкурс прогнозов по распаду России. Хорошо, хорошо. Но я хочу сказать, что оцените, будьте добры, оцените возможность развития, скажем так, России не по 100% сомалийскому сценарию, а по сценарию самовыживания и по сценарию именно вот таких вот переходов из, грубо говоря, из одних рук в подчинение другим государствам и другие руки, грубо говоря. Ну, понимаете, я же не сказал, что она будет сейчас сомалий, я сказал, что она будет на разных кусках разной. Где-то будут фашистские диктатуры, где-то будут просто такие авторитарные диктатуры, где-то, где власть вообще окажется местную, настолько слабая, и не окажется достаточно согнутой элитой или сильной группой, там, может, как-то Сомалий. Это будет очень разнообразная палитра. Не будет, безусловно, единого паттерна развития событий. Что касается, что кто-то куда-то уйти, я не очень понимаю, кому это нужно, такое счастье. Вот Южная Корея, по-моему, сейчас не очень может присоединять с Северной, потому что не понятно, что с ней делать. Вот так же здесь будет то же самое. Я еще раз хотел напомнить, что тема у нас – либерализм в России, еще раз говорю, да, а не прогноз, кто страшнее придумает, куда честь станет благовещенств или что-то еще. Все-таки, да, у нас философский вкусит признить за напоминание. Если есть вопросы, то я готов передать микрофон, а если нет, тогда я задам свой, с вашего позволения. Вот Сергей указал, что у нас будет, ну, или у них, или еще у кого-то, один шанс из ста. У кого-то будет двами, там проценты три, да и так далее. А какие, на твой взгляд, конкуренты у либеральной идеи в современной или там чуть завтрашней России? Вы понимаете, я же говорил все время о ситуации краха государства. Там будет, ну, принципиально… А, это конкуренты идеи, да? Да-да-да. Там будут принципиально две… Вот в этой ситуации никакие вообще-то нормальные, в нормальной ситуации компромиссные ходы невозможны. Понятно, что если мы не до компромиссов, здесь нужно делать какие-то очень жесткие, резкие решения, потому что ничего не будет. Таких вариантов есть два. Есть, ну, скажем так, тотальная мобилизация по такого военного коммунизма. Выжив всем, сложив все в одну кучу и потом раздавая всем – вещь очень эффективная. Она может быть, там, фашистского толка, может быть, коммунистического толка под разными марками, вот, но не имеющая перспективы. То есть, видимо, она недолго проживет в условиях вот этого краха. Второй вариант я называю – это либеральная мобилизация, в которой мобилизуются не силы, не общество в целом, а мобилизуется каждый человек, когда условия позволяет мобилизоваться каждому человеку и дать ему максимальные возможности. Других вариантов, попросту строго говоря, нет. То есть, и остальные варианты начинаются тогда и в день. Ну, националистический вариант – это один вариант просто вот такой же, ну, фашистский, националистический, как угодно. Это такой, опять-таки, вот, такого военного коммунизма. Понимаете, все остальные варианты начинаются тогда, когда есть немножечко жирка. Вот есть немножечко жирка, уже не завтра мы играем с голодом, а там можно обсуждать. Вопросы? Да. По-моему, третья мировая война уже давно идет, она идет в ее политике, и в таких больших странах, как и Россия, в которых атомное оружие, она не может и для оружия, и с Россией никто не будет воевать, но идет война на базе экономической. Система с вертикалью власти не конкурентоспособна. Где гарантия, что страна наша велика и богата приходить ей владеете нами? Китайцы, судя по тому, что я слышал на Валлаевском клубе, они считают, что Россия раньше или позже станет циревым в предыдущем Китае. Вы считаете, что это исключено? Ну, понимаете, не исключено, конечно, но только у Китая самого сейчас нарастает проблема, я боюсь, что Китай переоценивает свою силу. Судя по всему, у Китая проблема возникнут примерно в то же время и столь же тяжелые, и ему будет не до нас. Не до нас. Может быть, как раз мы поможем ему решить проблему? Может быть, и поможем. И, кстати говоря, благодаря вам. Попросы еще у нас есть? Потому что я слушаю. Евгений, вы пришли по всем, мне кажется, что у вас нет? Хорошо. Молодежь? Это же все для вас. Вам жить в будущем России. Евгений, а ты за молодежью? Ну да, это за молодежью. Я не хочу вступать в дискуссии, в колличесии, в политологическом и т.д. Я просто, как бы, честно, на самом деле, хочу понять вашу идею. Либерализм – это что такое? Потому что я просто скажу, что я учился в университете Желжего Сороста. Вот я тоже хотела сказать, вот, от нас, вот, университетов Желжего Сороста. Но вы вообще не понимаете, что мы существуем. Нет, нет, это дело в том, что он Сороста, например. Он явно, ну, не коммунист и националист. Но он, когда он говорит о либерализме, он говорит, что современная экономическая система, современный капитализм уходит в кризисе. Что все наши понимания о том, как должен функционировать экономика, они были неправильны. Что нужно создавать социальные государства. Что должно быть бесплатным в Узбане, бесплатным правоохранением и т.д. Есть, скажем, рекомендации Германии во Франции и США, когда они движутся, с ними на них либералы движутся к бесплатному образованию. И Ларик Линдон сейчас, ну, главный либерал, и стала под действием еще более либеральных силы Северной Сандроса. Их там называют либералы. Они пытаются сейчас сделать бесплатное образование США. Вот, то есть, я просто пытаюсь понять, когда вы выбираете литерамизм, что вы в него вкладываете. Понятно, что уважение, частая собственность, уважение, я не пойду кого-то здесь пить, а листовывать где-то сюда и средство. Это понятно. Но вот более это вот в таком системном теме. Вот такие вопросы важные для общества. Я скажу честно, что я глубоко убежден, то, что сейчас начинает называть неролиберализм на Западе, особенно в Европе, в Америке. В Америке слово «либерализм» просто вообще другое значение имеет, в общем-то, надо сказать, прямо. Они сильно отличаются. В европейске я говорю про… Я использую термин в европейском понимании – либерализм. Что это уже не либерализм, а общество социальностей. Скажем прямо социальностей. И именно из-за этого социализма Европа проигрывает соревнования с Америкой, и проигрывает соревнования с Китаем, с Кореей и так далее. Потому что это отличный способ благополучно прожить жизнь. Но вовсе не способ двигаться вперед. Безусловно. У нас нам придется настолько еще двигаться вперед, что ни о каком социализме… Ну, я говорил слова Тенчер, что социализм кончается тогда, как заканчиваются деньги, не им заработанные. У нас нет никаких денег. Нужно заработать, прежде чем можно было рассуждать о том, какая у нас будет там… Какая будет социальная сфера. Понимаете, эта ситуация именно такова. Единственная вот среди так круга действительно либеральных, как я считаю, вот таких вот право-либеральных… Ну, если говорить право-либеральных… Единственная ценность, которую мы считаем абсолютно необходима, куда мы будем настаивать, чтобы складчина шла в первую очередь, это образование. Это образование. Потому что мир меняется так быстро, что если у нас не будет образованных людей, у нас никакого нет в будущем. А вот все остальные социальные страховки, это все потом, это все когда мы станем богатыми. Мы еще не скоро станем богатыми. Нам надо выбраться, а образование – это вот это. Насчет образования. Оля, ты потом добавишь? Ну, я бы хотела… Тогда сейчас… Давайте сейчас дадим на логике, потому что… Соро, соро, соро. Ну, мне отвратительно, естественно, вот этот вариант, что Америка куда-то движется, а Европа, она встает. Ну, потому что, ну, куда может видеться страна, в которой дожидают эту логику? Ну, правда? Ну, как? Ну, да. Так вот, посмотри на список, которые говорят в любой науке. Я сейчас оброжу. Я говорю о том, ну, как бы, удивительно, что сама идея, это казачья либеролизма, ну, никого не волнует. Вообще, в основном, либеролизм и социология. Там кое-нибудь такое видимость. А, вот. И, как бы, теоретикам либеролизма был, ну, одним из первых группа, даже в Волоке. Вот. И, в общем-то, в вопросе частной собственности Лог разбирал вполне, как вы бы сказали, в социалистическом духе. У Лога человек имеет право ровно на то, что он сам своими руками сделал. Поэтому, ну, и вот, как будто эта черта, когда мы обсуждаем все, что происходит, то есть мы будем обсуждать четыре источника чего-то по краткому курсу. А, мы будем все время говорить «Сомали» вместо «Фейлстейт». А, вот. Но мы никогда не упомянем собственные идеи, как источники фейлстейта. Это и есть проблема России. В ней как будто с философией. Топ-топ-топ-топ-топ. Вот вы сказали, что человек должен пользоваться тем, что он заработал своими руками. Да, 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 да. А нынешний неролиберализм, он говорит, что может быть половиной, а половину он должен отдать независиство, согласен с этим людям. Это и есть социализм. Мне важно показать то, что вот в этих как бы небрежностях обращения с понятиями, сложившимися в ходе истории, проявляется, собственно, русская черта, которая всегда препятствует выступлению по либерализму в России. Как говорил Александр Дмитриевич Категорский, легче найти либерала в Монголии в юрте, чем либерала в Москве. И вот одна из проблем либерализма состоит в том, что мы абсолютно, ну, не наступление либерализма в России состоит в том, что это абсолютно неаккуратно в обращении с понятиями. Я как раз, так сказать, слово сказал, что все должны получать не заработать. Нет, нет, дело в том, что либерализм это ж не про заработанное и не заработанное. Это, во-первых, про... Я хочу сказать, что не должно быть личной свободой, свободой решать, куда, на что вкладывают, чтобы люди решали, на что вкладывают деньги. Как раз именно этого я и хочу. А вы хотите, чтобы за них решал чиновник. Я знаю, ребята. Я знаю, что у нас в скиде. У чиновников есть, он умнее нас. Да. Окей. Я ведь у вас соросовских людей не знаю. Не, ну, то есть, вот, я как раз хотела обратить внимание вот на этот порыв. Я знаю то, я знаю все. У нас нет непоротых поколений. Любой я непоротых поколений. Ну, вот эти вот утверждения голословные, которые меня... Мне-то мало было сказано. Они, собственно, лежат в основе невозможности либерализма в России. Бессмысленно беспощадно. Ну, вот как бы, да. Поэтому я и попадался, да, в эту тему лекции привнести вот этот оттенок сомнений. Сейчас там... Ты не первый принял руку. Да. Насчет вопросов, которые действительно очень резко сегодня разделяют общество в городе всей, в том числе в центральной Европе. Это, действительно, вот эти вопросы, а будет ли при таком-то, в таком-то обществе либеральном, при любом бесплатное образование, бесплатная медицина, там, бесплатное то, это... Вопрос, собственно говоря, поставлен абсурдным. Ведь сегодня, действительно, возьмите, образование, оно стоит что-то. Завтра оно будет стоить в три раза дороже, потому что новые налоги и новые требования возникнут такие, за которых вы не заплатите деньги, если вы вообще будете ходить и есть хлеб с водой. То же самое медицина. Мы все становимся более и требующие больше денег, средств и так далее. То есть, я даже говорил, что образование может быть бесплатным, и оно должно соответствовать тому, насколько это общество богато и способно в эту сферу вложить деньги. Вот так должны будут стоять вопросы, как он на него отвечает. Потому что принципиально говорить, что мы будем все платить, или мы будем ничего не платить. Это крайность, который нам ценит? Понимаете, ведь образование в любом случае не бесплатно. Ну, либо оно с нашим налогом, который мы заплатили, либо мы платим сами. Вот. Это вопрос, как оно организовано. В Соединенных Штатах очень многие бедные люди получают прекрасное образование, получив гранты, выиграв там, гранты студенческие, да-да-да-да. Это разные схемы получили. Но они потом всю жизнь заплачивают, вы получили налог за поддержку. Ну, да, это значит, что вы будете платить новые налоги для своих детей. Вот и все. Было сказано правильно о грантах. подавки, не национальный доступ в образовании, хоть мы не классом, а доступным для всех. И важно, отложить доходы любой человек, у него право, даже если у него очень маленький продавок, получить качественное, высшее образование. Если он... Я, понимаете, вы меня правильно. Вот я сейчас как убийщик, кроме меня сейчас деклемят просто, ну, врагом народа, я понимаю. Да. Я абсолютно убежден, и не без оснований, что программа нормально освоить программу средней школы в России способна, и в любой другой стране будет тоже самое, способна. Дай бог, если там 50 процентов учащихся. Вы говорите о всеобщем высшем образовании. Можно назвать высшим образованием пятилетку, да, можно назвать, но на самом деле, на самом деле, даже самые современные технологии не требуют вообще того, что называется нормальным высшим образованием. современные технологии ведут человечество к упрощению деятельности. Это отдельно очень сложный вопрос, куда нас ведут современные технологии, потому что я боюсь, что нас ведут к тому, что 8 процентов людей нечем будет заняться. это тоже правда. Я хочу... У нас в очереди Кирилл вопрос не по русский либерализм, но либерализм вообще, потому что здесь в эту сторону пошла дискуссия, и вот все-таки даже в этом зале всей его немногочисленности и в общем-то русскоязычности мы видим, что на западе явно побеждают назовем их леволиберальные идеи, леволиберальные идеи, которые тут я с вами согласен и не очень, мне тоже не очень либерально кажется, а таким ближе к социалистическим. И у меня в связи с этим к вам вопрос, а как вы считаете, ну вот про Россию немножко поговорили, и как там либеральные могут победить идеи, немножечко сценарии показали, а есть ли вообще-то какие-нибудь сценарии, то что здесь переломится тренд, и весь этот левый либерализм, спаливающийся в социализм, все-таки вернется в русло нормального правого либерализма, хотя бы вот... ну конечно все в благополучном обществе, в общем-то благополучном, в общем-то хорошо эмоционирующем обществе, это все происходит медленнее, но это потому что общий консенсус должен быть, но мы видели по меньшей мере два примера на нашей памяти резкой смены, одна очень резкая, другая чуть менее, но тоже резкой смены от социализма, так сказать, к либерализму, но одна из них это реформа Тетчен, которая совершенно умиравшая экономика была либеральными, жесткими, но либеральными реформами приняла на ноги, отказавшись от всех тех либеристских социализмов, а второе это Швеция, которая во времена Карла Билета, скажу, сильно ушла от социалистических, совсем уж социалистических моментов. да, конечно, не столь резкой каком-ли, да, конечно, но тоже для шведов это был колоссальный перелом, куча существенных переломов представлений, но они же сами и надо сказать, по-моему, не согласиться с использованием категории образования для бывших советских республик и, скажем, стран на уровень более низкими находящихся, в отличие от предыдущих стран, например, Соединенных Штатов Америки. из самих Соединенных Штатов Америки, ярким представителем, которого, в частности, является господин Сорос. Дело в том, что образование в любой стране является классовым, и в том числе образование в международном стране, ну, своего рода классовости в международном разделении труда. Например, гражданам Соединенных Штатов Америки доступно несколько видов образования. Ну, скажем, как минимум два. Два класса образования. Это первое. Образование для рабочего класса, и второе. образование для элиты. Они, принципиально, являются разными. Точно так же. И, более того... Давайте все-таки не будем говорить об этом. Давайте я вам простейший пример. Карина Лиза Райса, которая все объясняла, что, вы знаете, говорила она, я ведь, что у меня была с детства, делась была память, тем не менее, я закончила депутат. И не в богатой семье. Ну, вот. Ну, так. Дело в том, что само общество американское имеет такое понятие, как гранты за талант. депутат. Дальше я хотел бы сказать, что... А вы хотите, что бесталантнее получать для образования? Ну, дело в том, что существуют другие страны, в которых, скажем, получают все и одинаково плохое образование. Вы согласны со мной? Например, возьмем, ну, Украину или Российскую Федерацию, где существует огромное количество университетов, где преподаются технологии и способы работы с действительностью позапрошлых, там, поколений и так далее, и так далее, и люди просто получают корочку, а потом идут работать непонятных, непонятных решений, где они не выйдут в России, действительно очень худо с высшим образованием, в среднем уровне. Это действительно так, так и так, как плохо с школьным образованием, в среднем. При этом в России, и в том числе в Москве, есть блистательные, их немного есть блистательные гимназии, лицеи, просто блистательного, великолепного уровня. Я точно могу сказать, потому что одно из них кончали двое моих детей, и я в восхищение смотрел, как и чему их противодел, как и чему их противодел. Ровно так, как и в России, еще все-таки есть некоторые очень качественные вузы. Ну, например, я думаю, что до сих пор, ну, вообще, мировой рынок показывает, до сих пор никто не смеется в выпускниках Мехмата. 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 Нет, не МГУ вообще, а Мехмата МГУ. Физтеха. Их берут всюду с огромным удовольствием. Выпускников некоторых факультетов высшей школы экономики. Берут с большим удовольствием. А вот сейчас Мехмат высшей школы экономики стал лучшим Мехмата московского университета. Ну, тут так, то большие деньги собрали это не лучший предатель. Вот. Так что, понимаете, тоже нельзя сказать, что все одинаково. Тоже нельзя сказать, ну, так же, как в Америке есть, в Соединенных Штатах есть Гарвард или MIT, а есть университеты в штате Днепрассика. Друзья, ну, мы, мне кажется, свалились в какую-то совсем бульгаршину в сравнении с Америкой бесконечной. Это как-то, мне кажется, немножко не о том нас тут подбрасывает вопрос. Да, нет. Есть ли все-таки, как это называется, по существу? Или мы будем, да, про Америку мы в клорах можем? Да, естественно. Ну, мне кажется, что вы вообще действительно можете применять на пути, а мы все-таки коллега... Может быть, воспользуйтесь? У вас серьезные, эмоциональные высказывания абсолютно. Спасибо. Уважаемая коллега, очень правильно сказала, что мы здесь вообще занимаемся путинницей терминологии. Термины, на самом деле, честно говоря, давно устояли. И термин либерализм, и тем более термин социализм. Речь, с моей точки зрения, идет о совершенно другом юрии. Мы сейчас видим очень интересное развитие старинной европейской идеи гуманизма. Эта идея гуманизма, она может быть в разных видах, которые мы по старинке называем старинными термины. Термин либерализм или термин социализм. На самом деле, оба эти течения, старый либерализм и старый социализм, постепенно сливаются. И, дорогой Сергей, напрасно вы этого боитесь. Как мне казалось, вы этого не боитесь, тогда прошу извращения. Я теоретически противник. Вы противник. А я сторонник. Я убежденный сторонник слияния либерализма, то есть свободы личности и прав личности, так грубо говоря, и социализма, то есть прав и свободы коллектива. Грубо говоря. Грубо говоря. Вот когда все это наконец сольется воедино, когда прекратится догматическое понимание гиперализма, догматическое понимание социализма, и место их займет гуманизм, а мне кажется, что мы свидетели именно этого процесса, мы только еще не понимаем, что он идет. Он будет принадлежать, он будет развиваться, очевидно, уже в эпоху наших детей или наших внуков, поэтому мы сейчас нашим детям не можем ответить на эти вопросы. Мы не знаем, как ответить, потому что мы стоим перед новым явлением. Это новое развитие гуманистических идей. Это надо осознать. Еще у меня очень много других вопросов, Сергей Покатюров, я бы хотел с тобой подискутировать, но мы это сделали на улице. Я не могу не ответить на одну вещь. Знаете, вот когда есть социализм, есть либерализм, и общество гуляет между ними, но это такая амплитуда колебаний, значит, и звук есть, потому что струна однако колышится, звук есть, а когда они сольются в одну, то значит, струна кажется неподвижной. Никакого звука уже не будет. Вот я думаю, что с жизнью пройдет то же самое. Это замечательно, для музея под открытым небом, но невозможно для жизни. Это происходит, рядом с нами, каждый день этот процесс идет, а вы будете... Да, 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 да. И я считаю, что это как раз ситуация, которая, например, Европу уже завела в том числе, в том числе. Да. Ну, это, кстати, редкий случай, когда дискуссия наконец-то завершилась тем, что противники заявили о себе открыто. Обычно на дискуссии все стараются как-то складиться с другой. Обещаю. с другой стороны. Да, да, да. Сейчас секунду узнаем, если ни у кого нет, тогда там есть. Вопрос, есть у кого залог? Тогда настойчивый стал, хочет сказать последний слог. Будьте добры, скажите, почему, так сказать, эпоху развития механизмов во всем мире? Святая эпоха. Но мы сейчас видим беспрецедентное увеличение насилия во всем мире. Вот гуманизм и насилие. Мы сейчас видим Ближний Восток. Мы сейчас видим Россия начинается. Вы меня спрашиваете, я считаю гуманизм одним из самых тяжелых явлений, тяжелых заболеваний в истории человечества. Потому что он отверг, он оставил оболочку отвергнуть ее суть. Пока Европа была христианской, у нее были некие идеалы. А гуманизм не есть идеалы. Это набор ценностей, которые обрезали меркушку. Вот что такое гуманизм. Человеческая безумно цена, потому что она не отражение Божьей дары, отражение воздуха. не вот здесь очевидно, что столкнулись с моралью и этикой ничего не означает. Понимаете? Я думаю, что у институт Майя с моралью и этикой было не худо. Но она была совершенно другая, на других принципах основанная. Там можно было спокойно жить. Насколько мы понимаем сейчас археологи, что эти жертвы были добровольны. Жертвы считали себя за счастье принести безумно жертвы. Ладно, это только высшие правов и предок, но и самые высшие слои в обществе. Но как-то у нас несколько другая мораль. Моралька может быть разная. А где у нее основания? Основания и так, и так. Все равно так или иначе это религия. Европа такая, потому что она была христианской. Все и религия такие, потому что хотя бы Европа была христианской. Вот мы обсуждали с моим отцом в свое время, он был абсолютный агностик. И он после долгого обсудения пришел согласен со мной, что он православный агностик. То есть оттуда идущие традиции. Все, спасибо. Хорошо, что и плохо. Вот оно все. Ну, давайте продолжим все-таки приватные академы. приглашаем Thalia. Спасибо, Сергей. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова